Я, может быть, пропустил, вот помимо косвенных свидетельств, вот круги, да, на поле, у вас, непосредственно у вашей организации, да, Космополис, Космополис, да, есть у вас непосредственные доказательства? Научные, я так догадываюсь, вы хотите слово научные? Ну, материальные, будем так, если ухология это естественная наука, то мы говорим о материальном бытии. Абсолютно, типа кусочка тарелки. Ну, это примитивно, да, или какая-то ткань. Нет, я в этом плане во многом разделяю ваш подход, я сам такой, и когда разговариваю с очень яркими представителями таких энтузиастов, мне приходится периодически холодным душем охлаждать их, так сказать, вот такой пыл. Ну, отвечая на ваш вопрос, есть. То есть, если все-таки лично меня спросить вот тех фактов, которые мы знаем, достаточно, чтобы признать факт существования внеземных цивилизаций, я считаю, более чем достаточно. Даже десятой, даже сотой части достаточно. Как вы понимаете, даже одного случая, но доказательного с научной точки зрения, достаточно, чтобы это признать. Почему это не делается? Это уже вопрос второй. Во многом политический, может быть, нравственный. Я не стремлюсь к каким-то там быстрым переменам в сознании. Я прекрасно понимаю, что человечество изменяло свою точку зрения, и наука изменяла свою точку зрения. Не столько путем убеждения, сколько путем смены поколений. То есть, приходит следующее поколение, и без какого-то смертоубийства, без отправления на костер инакомыслящих, спокойно решается вот со сменой поколений смена мировоззрения. Поэтому в этом плане у меня нет какого-то такого революционного позыва немедленно всех обратить в свою веру. Тем более, у меня принципиально нет веры, есть знания. Теперь ответ. Например, вас удовлетворит ответ, что есть несколько обломков. Самый доказательный случай, это обломки, найденные после катастрофы НЛО под Дальнегорском в январе 1986 года. Когда на глазах у жителей этого городка, в Приморском крае, летел по небу большой светящийся шар диаметром 3-4 метра, 3-4, этот шар сначала летел горизонтально, потом резко клюнул носом, ударился в скалу, загорелся, был взрыв, был разлет осколков. После этого, как ни странно, шар пытался подняться несколько раз, ну то есть наш летательный аппарат, естественно, после касания скалы, как правило, там и остается. А этот несколько часов пытался подняться, несколько раз неудачно, потом, в конечном итоге, он поднялся и улетел. Но обломки остались, то есть взрыв был. Обломки были собраны. Я сам приезжал на эту высоту, сам, так сказать, еще что-то там застал. Там есть следы термического воздействия. Оплавленный камень. Так ради интереса, как бы в справочниках освежите в голове температуру плавления камня. Это, так, короткая ремарка, к нашим кубанским кругам на полях. Здесь сейчас обнаружены, обнаружен след термического воздействия. Я имею в виду на поле под Дондуковской. Там на поле, на почве размером примерно сантиметров 20. Есть следы очень мощного термического воздействия, там, ну, я оцениваю, порядка 500 градусов. Это чуть меньше, чем требуется для остекловывания почвы. То есть почва настолько прогрета, что практически превратилась, ну, почти в керамику. Можете себе представить, какая-то была температура. Но при этом, вот он парадокс. Ближайшие колоски не только не загорелись, а если бы там была высокая температура, там бы полыхал пожар. Ну, если бы люди бы это сделали. Там не только не загорелось, там даже не обуглились эти колосочки. Вот тот же самый эффект, почему я сейчас вспомнил о нем, тот же самый эффект был под Дальнегорском. Оплавлены камень, и тут же растут ростки деревьев, которые не обуглились. Но это не идет речь об обломках самого летающего. Да, обломки отдельно. Собрали обломки, их было много. Благодаря вот этой массовости отдали во многие институты. То есть, большинство отказалось делать. Ну, бесплатно, естественно. Вот, в общей сложности у меня сейчас 35 анализов, результатов анализов вот этих самых обломков. Из самых-самых разных лабораторий. Самые-самые разные специалисты. Это очень любопытно их все смотреть, анализировать. Если очень коротко, общий смысл, так сказать, подытожить, то результат такой. Мы не знаем, что это такое, что это за обломки, но, вне всякого сомнения, они искусственное происхождение. Далее следует описание этих обломков. Когда это описание делалось, термин нанотехнологии еще не существовал. Сейчас мы знаем такой термин. И я бы заменил те описания, которые тогда были сделаны, на одно слово. То есть, обломки сделаны по нанотехнологиям. Сделаны из керамики, из композитного материала, с включением тонких нитей металлов, в том числе из золота. Ну, там еще и других металлов, такие тонкие волоски, которые, видимо, играют роль не для прочности туда в краплю. Видимо, они играют какой-то электромагнитный урок. Но это уже, как бы, я сейчас углубляюсь в свою трактовку. Ну, факт остается фактом. Значит, 35 анализов, где понятно, что эти обломки искусственные, что они сделаны по очень высоким технологиям. Дальше многие специалисты пытаются, как бы, анализировать, кто и как эти обломки делал. Ни в одном анализе нет слова «инопланетяне». Некоторые пишут, мы не знаем, кто это сделал. Таких технологий на Земле нет. Или, там, делают предположение. Возможно, мы столкнулись с технологиями, секретными технологиями, о которых мы еще, так сказать, не знаем. Но узнаем в ближайшее время. Значит, ну, и описывают, какие нужны условия для создания вот такого устройства или таких образцов. Там, например, я читаю, нужны плавильные пищи, где температура на порядок выше самых мощных наших печей, где одновременно с высокой температурой мы должны создавать высокие магнитные поля, там на два порядка, которые мы можем создать. И еще один термин, который просто убивает напрочь все сомнения. И эта плавильная печь должна быть в условиях вакуума. То есть, все, точка, в условиях на Земле это сделать невозможно. То есть, иными словами, это было сделано, еще раз говорю, эти обломки были подобраны в 86-м году, когда нанотехнологии даже термином не существовало. Второе, там среди обломков есть образцы металла, то есть вот эти вот нити, маленькие, тоненькие, они были отдельно проанализированы, и в числе нитей был обнаружен вольфрам с частотой такого порядка, которое не встречается даже сейчас. То есть, даже сейчас лучшие лаборатории мира не могут создать вольфрам вот такой частоты, который был там, в тех образцах. Вопрос, а чей тогда этот вольфрам? Чей этот образец? Чьи на технологии, если на Земле их не было? Хороший вопрос. Вот для меня он убеждает. Причем, я не говорю, что это инопланетяне. Боже упаси, я не знаю, кто это. Я знаю, что это не мы. Это не американцы, не россияне, точнее, не советские люди, не никто другой, живущий на Земле здесь и сейчас. А вот кто это? Это вопрос интересный, но, может, называется, но это уже вопрос, который надо обсуждать. И на уровне, есть НЛО или нет, это уже не вопрос. Вопрос находится на уровне, это есть, что с этим делать? Все.